Первое, что было удивительно, это то, какие люди, ну, как они относятся к другим. В магазинах, например, это часто можно заметить. Ты идешь по магазину, у тебя тележка для продуктов, и, может быть, впереди стоит какой-то человек, и он, когда видит тебя, что ты хочешь пройти, поэтому, например, в этом месте, но он там стоит, он говорит «excuse me», извиняется и отходит. Или когда кто-то хочет пройти рядом с тобой, он тоже говорит «извините». Удивительно, что люди так извиняются, но это приятно. Это очень отличается. Или, например, на кассе в магазине, когда ты стоишь, они стараются здороваться с тобой, поговорить, чтобы рассказать, как у них прошел день, или спрашивают, как у тебя дела. И обычно можно видеть, когда люди беседуют, и прям такие оживленные беседы проходят. Люди, когда так говорят, это как бы обычная вежливость, но это не то, что они прям интересуются сильно, как у тебя прошел день. Это не значит, что нужно им все рассказывать. Да, для поддержания разговора, ну, очень интересно. И нам, русским, как бы это тяжело, потому что мы английский язык не очень хорошо знаем. Это вызывало некий такой дискомфорт, когда ты не можешь поговорить, сказать. Но если ты что-то скажешь им в ответ, они прям расцветают и начинают прям рассказывать. И американцы, они вот, ну, как мы заметили, что они очень любят такое впечатление, что они очень любят так вот разговаривать. Может быть, это такая вежливость у них, и это очень удивляло нас. Тебя удивляла, Юля? Да. Удивляла. Я тут просто сложный. Да, Юле тяжело разговаривать, у нее тоже есть какие-то впечатления, но когда за рулем... Сейчас у меня такие впечатления от вот этой вот пробки. Да. Ну, ничего, нам еще час до поворота... А, подожди. Семь миль до поворота. Семь миль до поворота. Да. Второе, что тоже удивило, это чистота на дорогах, на дорогах, на улицах. И первое время я не мог понять, что... Ну, что здесь не так? Нет. Ты хочешь пересуриться? Обязательно. А, они съезжают здесь? Мы тоже не запустим так вот. Посмотрите, какие. Вот тоже вежливость на дорогах. Ты можешь прямо здесь ехать. Ничего не произойдет. Удивила, здесь также на дорогах... Ну, вот просто мы по дороге едем, говорим об этом. На дорогах другие правила, другие знаки. И такой интересный очень знак есть здесь. Это знак стоп. То есть у нас, например, в России этот знак стоп означает движение без остановки запрещено. Ты просто подъезжаешь и останавливаешься. И едешь дальше. А вот мы где в Хабаровске жили, на этот знак никто не останавливался. Если ты, например, едешь и пытаешься остановиться, тебя за тобой машины едут, которые они засигналят тебя. И как бы подталкиваешь, чтобы ты проехал. Мы в Калининград приехали, там была другая ситуация. Они все останавливались. Это нормально, чтобы было остановиться, подождать, пропустить. Но здесь этот знак используется для того, чтобы... Есть такие перекрестки, когда с каждой стороны знак стоп. И ты должен остановиться. И преимущественное право проезда имеет тот, кто подъехал к этому знаку и остановился первым. Сначала это было непривычно, но потом мы поняли, насколько это удобно, когда такой знак. Ты остановился, и все по очереди быстренько проехали. Нет такого, что ты подъехал, тебе надо повернуть налево. Ну, есть, конечно, такие дороги, но здесь их не так много. И на знаке стоп очень удобно поворачивать. Это тоже было необычно, но очень удобно оказалось. Мы думаем, почему не сделают у нас такие знаки. А, следующее тоже, что удивило в США, это то, что очень чисто везде. Они убирают постоянно. Ну, возле домов, где мы живем, везде на тротуарах, асфальт, либо там такие среженные газоны. То есть, чтобы, например, где-то там росла трава, вот как у нас там где-то полынь, какие-то кусты непонятные могут расти, то здесь, чтобы такое увидеть, ну, это редко. Вот, кстати, вот здесь проезжаем, немножко видно, но здесь идет ремонт дороги. И, как правило, такого не увидишь. Чтобы куда-то зайти, в такие, ну, невозможно практически, нигде нет. И вчера мы буквально заехали в одно место, там где-то и ремонт идет дороги, и там просто не заасфальтированный участок дороги, ну, как бы напомнило то, что мы обычно в России видим очень много таких участков. То здесь это редкость. они даже моют специальными машинами. Вот мы живем в таком, как бы, как на русском языке сказать, сообществе, ну, где компании, в которой несколько домов, в компании, в которой несколько домов, они сдают в аренду эти дома, и там у них, в эту территорию, они даже моют. И ходят, постоянно убирают, и сложно где-то найти, чтобы грязь. Поэтому в дом они заходят в обуви, по коврам ходят, это нормальное явление, а не разуваться. То есть очень чисто это удивило. А еще один, следующий момент, то, что удивило нас в США, это то, что в каких домах здесь люди в основном живут. Мы когда сюда, ну, еще только смотрели, что такое США. В кальтонных. Да, они живут в таких, ну, обычных домах. Но я, как бы, не хотел сосредотачиваться именно на материале, из которого сделано. Это все тоже очень отличается от того, как у нас строят дома, когда у нас температура минус 40, минус 30, бывает, например, в Хабаровске. Но здесь вот, например, можно видеть, как строят новые дома, и они строятся в ОСБ. То есть деревянная стружка, спрессованная, такие плиты. И они делают из этих, потом, я не знаю, какое-то водоизоляционное покрытие, дома, в которых люди живут, в основном, это одноэтажные. Есть, например, центры городов, где есть многоэтажные дома. Основная часть людей живет в обычных домах. Это одна-двухэтажные дома. Ну, есть еще такие апартменты, которые сдаются различными компаниями. Это двух-трехэтажный дом, дом, в котором можно арендовать эти квартиры. Две, одна, две, три, там, четыре спальни. Отличается еще количеством туалетов, один или два. Но в основном все одинаковое. Там есть все плита, посудомоечная машина, стиральная машина, сушилка, в некоторых еще что-то есть. И первое время, вот когда мы здесь находились, не хватало того, что мы там видели. И все это очень сильно отличалось. Здесь даже, когда ты приезжаешь в какой-то парк, даже вот там на залив мы приезжали в парке, там все оборудовано. Помнишь, Юль, ходили в этот парк? Saltwater State Park. В этом парке ты гуляешь по асфальтированной дорожке. Ну, правда, можно там по тропинкам, это как такие туристические маршруты. И мы ходили там, нам очень понравилось, потому что можно в лес пройти. Но даже там скамеечки оборудованы, и, наверное, нет той, ну, какой дикой природы, как в России. Здесь медведение. Здесь знак «Стоп». Он для медведя. Здесь туалет есть. Удивляет в этих парках, что здесь в лесу находятся скамейки. Не хватает той дикости. Вот эти туалеты на солнечных батареях. наши бы эти батарейки уже бы нашли куда применить. Парк очень красивый. Осень замечательная. Это тоже все, как бы, что удивило, что отличается от того, что мы знали в России. Здесь прямо, а потом три полосы налево. Тоже вот эти хайвэи, или как? Автомагистрали. Да. Или фри-вэй их еще называют. А фри-вэй? Нам налево. Он показывает три поворота налево. Три любых. На 512-ю. Вот этот, например, пятое шоссе. Там около трех-четырех, может, пяти полос движения. Такое напряженное движение. Люди очень много времени здесь проводят на таких дорогах. Пути до работы и обратно около, может быть, сорока минут. Кто-то может ехать дольше. Некоторые, они встают очень рано, чтобы не попасть в пробки. Для значительную часть жизни они проводят именно в машине. Как дальше? Так, я сейчас схожу. Так, сейчас направо будет. Сейчас направо. Съезд через 0,5. Мы сейчас едем на Ренерб. Вот отсюда было видно его. Давно мы, смотри... Так, съезд, да, здесь. Этот? Да. Если тут пропустишь нужный съезд, то все. Я не представляю, как люди раньше ездили без навигаторов. Потому что... Стали? Это нереально. Ты мне рассказывала бабушке, которая 871, что она начитала карту и указатель. Налево, налево. Едешь и читаешь, останавливаешься, достаешь карту бумажную, смотришь, поехал дальше. Да, это вообще... Тут бывает, ну, как-то проедешь свой поворот и начинаешь еще 5 километров где-то ездить по этим дорогам. Люди встают 5 часов утра, чтобы ехать на работу. То есть у нас нужно на парковке, например, рано утром как-то мы ехали 5 часов утра, смотришь, уже никого нет. Уже половина людей разъехалась. Сейчас ты просто едешь по этой дороге по 116, потом мы выйдем, ну, просто будем по ней ехать. ехать еще? Да, ну, он показывает 4 мили вперед. Что еще удивило США, это то, что, ну, может быть, это, может быть, не то, что удивило, это немножко напрягало, наверное, или неудобно это было, точнее, неудобно, скорее всего. То, что здесь в милях, в футах, в инчах и в галлонах. Влад, какие там еще единицы измерения? галлон состоит из 4 кварков или я даже квартов, это 4, он как бы делится на 4. Каждый кварт делится на еще чего-то там, на пины, квапсы, капсы, это кружечка. Это когда мы с Владом изучали школьную программу. Кстати, смотрите, это аэропорт какой-то военный, да, или обычный? Я даже не знал, Ну, похоже на военные самолеты, такие черные. Изучали вот эти все. Ну, там им детям дают, чтобы, особенно кто для них английский не родной язык, они им все это помогают понять вот эти единицы измерения. И мы, родители, тоже изучали это. Сейчас, кстати, у нас осень, очень все красиво, листья не опали, и мы наслаждаемся красотой. Я знаю, что в Хабаровске где-то у нас уже выпал снег, в Калининграде тоже опали листья, да, здесь просто прямо ею. Калининграде нет, кажется, Хабаровске, я понимаю. да, но здесь как раз начинается осень, зима, и очень красиво, очень приятно, и сейчас даже мы в футболках, ну, можно комфортно на улице в футболке находиться, хотя это обычно холодно, на сегодняшний день теплый денек попался. в Калининграде удивляется, что удивляется, почему им так сложно. Тебе, наверное, тоже сложно было, Влад, изучить, понять вот эти мили, я до сих пор ничего не понимаю в них. когда навигатор говорит, вам до поворота 300 футов, или там 1000 футов до поворота, ну, это примерно как 300 метров, ну, примерно, знаешь уже, обычно хочется много рассказать, но все, забыли уже. Ну, ты, если хочешь, можем пересесть где-нибудь. Да. Хочешь? А нам еще сколько ездить? Всего? Нам еще ехать час сорок. Мы сейчас едем в местечко, которое называется Paradise, рай, на Ренире. Это, ну, гора Ренир, и там, я не знаю, вроде бы там можно подняться на какую-то гору и посмотреть на Ренир. И похоже, ну, я надеюсь, что дорога открыта сейчас, потому что когда снег выпадает на этой горе, то ее закрывают. В прошлый раз мы, когда поехали на Ренир, мы не попали туда, но тоже посмотрели, хотя, да, было закрыто. Но надеюсь, что сейчас еще можно будет туда проехать, посмотреть. пить.